Здорово! Каждый вопрос, который мы будем поднимать в этом курсе, он прожит минимум 5-7 раз, наверное. У меня порядка 10-летний опыт работы, если так, в двух словах по поводу моего экспириенса. Уже в 24 года я стал Head of Recruitment достаточно крупного украинского холдинга. И каждая следующая моя позиция, таких управленческих позиций было еще несколько, они так или иначе были связаны с организацией подбора, самого разного подбора, и IT-позиций, и масс-рекрутинга, и редчайших специалистов других направлений, международный рекрутинг. И последняя моя как раз позиция, она была связана и с операционным управлением HR-менеджмента, и в первую очередь это был рекрутмент. Начиная все до последних мелочей, да, от последних, от самых, нет звука, у всех нет звука, или только, возможно, у вас? Вроде бы должно все работать хорошо. Здорово. Хорошо. На последнем месте работы это был операционный менеджмент HR-сферы, и все, что касалось построения подбора в деталях, начиная от самых мельчайших подробностей, заканчивая автоматизацией, это все было в моем опыте. Поэтому каждый вопрос, который мы будем рассматривать, я имею твердое право о нем говорить. Смотрите, по поводу курса. Логика следующая. Он выстроен по блокам. Есть несколько блоков, точнее их три, которые касаются трех совершенно разных групп вопросов. Мы не будем говорить о том, как закрывать вакансии. Это не курс рекрутер или что-то в этом роде. Мы будем говорить о том, каким образом этим процессом управлять. С какими задачами и проблемами сталкивается лид, хед оф рекрутмент, рекрутмент директор и так дальше. Тот, кто за эту функцию отвечает генерально. Поэтому у нас есть три блока вопросов. Блок первый. С чего мы начнем, и наше сегодня первое занятие будет как раз об этом. Мы будем говорить о процессах. Процессы достаточно емкая тема, поэтому у нас на нее целых четыре занятия. Сегодня мы говорим о аудите. В основном по поводу аудита, по поводу оценки ситуации с функцией рекрутмента. Не только, но в основном это аудит. Занятие следующее будет по поводу построения процессов. Третье занятие будет все, то, что связано с построением работы с внутренними заказчиками, особенно с сложными заказчиками, все коммуникации с ними, конкретные будут кейсы, примеры и так дальше. Четвертое занятие, как апогей темы процессов, это будет все, что связано с автоматизацией, с конкретными решениями, возможностями и так далее, что тому подобное. Блок следующий – это управление командой. Мы тоже рассмотрим в деталях все те вопросы, с которыми сталкивается специалист, человек, который отвечает за функцию рекрутмента. Планирование структуры, планирование нагрузки, подбор рекрутеров, их профайлы, система обучения рекрутинговой команды, система оценки, модель компетенций, регулярный повседневный менеджмент, модели оплаты труда, удержания лучших и так дальше. Ну, по сути, все то, что важно в первую очередь. И третий блок, он будет завершающий. Мы будем говорить о том, что связано все с метриками, отчетностью. Притом, несмотря на то, что только два занятия, мы очень глубоко будем рассматривать каждый показатель, каждую метрику, связь между этими метриками, значение и влияние культур компаний, сфер бизнеса в на те или иные метрики. Будем много говорить о отчетности. Вот прям отдельная будет тема. Рассмотрим пример дашборда, построенного в Excel. Он вам будет предоставлен, скажем так, на вооружение. Возможно, будете пользоваться, возможно, немножко адаптируете под себя. Но основа там неплохая. Там будут зашиты все показатели, как рекрутинговые, о которых мы так или иначе с вами проговорим. После каждого нашего урока у вас будут задания для того, чтобы закрепить тот или иной материал. Задания будут не сложные, но и не самые легкие, потому что только тогда вы учитесь по-настоящему. Я даю очень расширенную обратную связь по всем заданиям, которые, собственно говоря, я предлагаю. Индивидуальную обратную связь. У нас с вами будет много очень общения. Не только в рамках наших уроков. У нас есть закрытый чат. Кроме того, что часть вопросов мы будем выносить на обсуждение всеобщее, будет достаточно много коммуникаций личных. Все вопросы, которые вам будут непонятны, все аспекты, которые вы отдельно хотели бы уточнить по заданиям, по пройденному материалу и так дальше, это все легко, свободно со мной обсуждается в наших переписках. По поводу заданий. Все-таки я обращаю ваше внимание на них, на их выполнение, на их качественное выполнение, потому что у нас, скажем так, есть два вида корочек, грубо говоря. Есть сертификат и диплом. Все зависит от вашего порыва, ваших стараний и ваших результатов. Плохих оценок я не ставлю. Естественно, учитель я больше добрый, но так или иначе, задание научиться. Узнать что-то новое. То, что можно было бы применить в вашей работе, теперешней или будущей. Поэтому, несмотря на дедлайн, две недели на каждое задание домашнее, все равно есть какой-то соблазн его там сделать в последнюю очередь. Все-таки я вас призываю делать это вовремя, чтобы потом ничего не накапливалось. Как показывает практика, а потом студенты просят, чтобы что-то там дослать, да отправить. Это и мне сложнее и вам. Зачем создавать такие сложности? По поводу ваших вопросов. У нас всегда достаточно много материала на каждом занятии. И достаточно мало времени. Учитывая то, что есть у меня такая особенность, я ухожу в детали, которые считаю важными. Поэтому на вопросы, для того, чтобы мы там не сбивали друг друга, я всегда выделяю время в конце. Вы их, пожалуйста, фиксируйте. Да, окей. Если что-то вот прям критически важно, окей, хорошо. Мы можем это обсуждать в середине, скажем так, вебинара по ходу моего спича, но лучше всего, и как показывают практик, эффективней, это все-таки делать после. Ну, окей, друзья. Вот как-то так, с точки зрения какой-то общей вводной информации. Сегодня, как я сказал, план нашего занятия будет следующий. Значит, мы поговорим о аудите, и мы поговорим о таких вещах, как стратегия и тактика. Прямо как в бою. Рекрутингово. Значит, времени у нас полтора часа. Как вы понимаете, чтобы вот прям досконально пройтись по всему, этого мало. Поэтому кейс насчет аудита рекрутинга я вам отправлю отдельно после занятия. Мы сегодня все обсудим, что касается самого процесса, что касается алгоритма. Я расскажу о нюансах. Как потом это выглядит на практике, например, аудита рекрутинга конкретной компании, я вам покажу чуть позже. Иначе мы сегодня ничего не успеем. Ну и, соответственно, идем по нашему плану, по нашей программе. Еще хочу отметить, что когда вы подключаетесь, обратите внимание, выключен ли у вас микрофон и выключена ли у вас камера. А то иногда так бывает, что я вижу все, что у вас дома происходит. Иногда бывает не очень удобно. Поэтому чтобы у нас не было таких конфузов. Ну, с Богом, друзья. Давайте будем начинать. Первый вопрос у нас, по сути, он логичный. это все, что касается аудита функции рекрутинга. То есть, грубо говоря, нам надо понять, насколько эта функция работает. Простыми словами. когда-то, когда я был на одном из интервью с SEO, это было очень давно, и он сказал, а ты можешь в двух словах, говорит, Саша, объяснить, в чем роль, ну, задача рекрутинга. Вот буквально в двух словах. Я говорю, знаете, вот в двух словах не могу, потому что это достаточно емко, это достаточно, это не так просто объясняется. Говорит, знаешь, на самом деле все очень просто. Задача рекрутинга это помогать бизнесу. Так вот, он либо помогает бизнесу, либо не помогает. Вот третьего не дано. Что означает помогает бизнесу? Помогает бизнесу это когда у нас выполняются одновременно буквально три вещи, которые вы видите. Казалось бы, просто, но почему-то не для всех и не всегда. Три вещи. Вещь первая. Процесс рекрутинга таким образом функционирует, что он своевременно подпитывает бизнес персоналом. Своевременно. Второй момент. Эта своевременность не только сейчас выполняется, но и есть все возможности и все признаки, что эта своевременность будет в будущем. То есть, таким образом процесс настроен, что он может помочь компании, даже когда она там будет расти, развиваться, иметь немножко возможно другие задачи, новые задачи, и тем не менее рекрутинг будет эффективен и в тех условиях. Третий аспект. когда мы не просто вовремя эту функцию выполняем, но и в нужном качестве, естественно. Нужное качество это соответствующие люди. Итого, глобально, даже если уйти от трех вот этих маркеров и прийти к двум, задача рекрутинга это помогать бизнесу, подпитывать его, питать нужными людьми и вовремя. Но есть очень много рекрутинговых подсистем и нюансов, которые влияют на выполнение этих, казалось бы, двух очень простых задач. Ну, по крайней мере, так, как они звучат простых. Когда нам обычно надо аудит? Ну, кому не нравится слово аудит, можно заменить словом оценка. Анализ ситуации, да, как угодно. Во-первых, мы получили новую работу. Все нам незнакомо, нам непонятно, куда мы попали с точки зрения рекрутмента, как тут все выполняется. И для того, чтобы это поддержать, что-то изменить или, возможно, ничего не надо трогать, надо в этом разобраться. Второй момент, ну, понятно, как бы новый проект, ну, это что-то похожее на новую работу, так или иначе, надо ознакомиться с тем, что происходит. Компания имеет новые планы по развитию, вот, кардинально новые. Нам надо понять, оценить существующую функцию, как в плане процесса, так и в плане ресурсности, для того, чтобы понять, она дальше сможет помогать бизнесу или не сможет. возможно, налицо явные проблемы. Конечно, это причина посмотреть внутрь. Возможно, мы какие-то этапы этапы аудита будем пропускать, потому что, в принципе, нам процесс знакомый, мы не с нуля его изучаем. Но так или иначе, это аудит. Ну и, конечно, периодически хорошо бы проводить подобную встряску, для того, чтобы понимать возможности повышения его эффективности. Любой руководитель, неважно, он занимается рекрутментом, маркетингом, логистикой или финансами, у него задача постоянно ломать голову над оптимизацией процессов. Ну, оптимизации, хорошо, прибитое слово. Ломать голову над повышением эффективности того, что у него происходит в рамках его функций. И даже если все хорошо, и даже если все получается, все равно это не предел. Как только останавливаются мысли руководителя о том, как сделать процесс более эффективен, он автоматически начинает рушиться. Возможно, медленно, не так заметно, но деградация в одночасье происходит. так вот, аудите. Для того, чтобы детально вот прям посмотреть на весь процесс, я разбил его на несколько блоков. Блок первый, это компания. Посмотрим потом на остальные. Блок первый, это компания. все, что мы будем получать от этого блока, мы анализировать будем потом. Со следующими, с разбором следующих блоков. Пока мы просто собираем определенную информацию, формируем определенный пазл, и так или иначе формируем какое-то подсознательное отношение к этой ситуации. Как она нам? Вот. Поэтому первое, это корпоративная стратегия. Нет стратегии, окей, бывает такое, что нет стратегии, не вопрос. Есть какие-то планы компании, все равно есть какой-то общий курс. Ну скажете вы, то нет курса, вот нас нет ни презентации какой-то, ни какого-то там документа, который бы это описывал. Ну супер, но есть, например, бюджет компании, но бюджет же точно есть, и там есть определенный показатель доходности. И он как-то выполняется, он как-то должен выполняться по какому-то определенному, то есть на что-то ставка идет, все равно. Но обычно так или иначе эти планы стратегические есть. И мы, когда будем говорить о стратегии, мы посмотрим просто несколько примеров, какие они могут быть, возможно, вы с ними сталкивались, и как это все может отражаться на самой стратегии рекрутинга. Так вот, основные цели. Выясняем. Первое есть. Второе. Планы по расширению компании. Хотя бы на год. Хотя бы. примерно требуемое количество сотрудников по разным категориям должностей. Возможно, из самой стратегии, с тех описаний, которые мы видим, мы этого пока не поймем. Но дальше у нас есть интервью с SEO, глубинный интервью. И там эти истории можно уточнить. Но так или иначе, любая стратегическая, практически любая стратегическая цель компании, которая связана с новыми рынками, новыми офисами и так далее, что-то подобное, она напрямую связана с каким-то дополнительным объемом найма сотрудников. Возможно, есть планы по сокращению, но окей, это же тоже надо знать, понимать и формировать определенную какую-то оценку. Все то, что мы изучали, все то, что мы получаем на данном этапе, знакомясь с документами, общаясь по темным вопросам SEO, хотя это отдельный блок вопросов, сейчас мы его рассмотрим, это все для того, чтобы пока мы ничего сильно не анализируем, никаких умовыводов не делаем, пока мы просто собираем информацию и она несет для нас чисто вводный характер. Это нам пригодится потом на будущее. Итак, мы понимаем, что компания перспективы на следующий год, если вы это четко увидите, какие там варианты цели в конкретной компании, как они отражались на рекрутинге, имеет следующие ориентиры. На рекрутинг это рикошетит следующим образом. нам надо поддержать определенный уровень комплектованности, нам надо расти какими-то темпами с точки зрения количества прихода новых сотрудников, какие-то сроки и так дальше. То есть мы понимаем уже определенный ориентир наших целей на этот период. Ну, хорошо, определили. Но этого очень мало на самом деле. Но пока какое-то стартовое понимание уже появилось. Уже лучше, чем ноль. Дальше самое интересное. Задача head of recruitment — не просто организовать процесс для того, чтобы вакансии закрывались вовремя и так дальше, максимально качественно. По сути, это тот человек, который должен быть адвайзером SEO, по отношению к вопросу, кто этой компании нужен. Просто SEO иногда не так часто советуются с руководителями рекрутинговых функций, потому что понимают, что где-то они не дотягивают, где-то не так разбираются в бизнесе и спрашивать особо бесполезно. Да, такое иногда бывает, но в принципе в идеале никто другой лучше не должен знать, кто нужен этой компании, кроме как head of recruitment. Ну, наверное, SEO где-то подсознательно, но руководитель группы, руководитель функции более научно все-таки. SEO так кажется, а вот руководителю функции рекрутинга не кажется, вот он уж-то знает точно и наверняка. Но для того, чтобы мы были с SEO на одной волне, чтобы мы ему подчиняемся, бывает и такое, не всегда очерди, мы должны с ним поговорить по душам. Вот примерный набор вопросов, которые уж точно следует задать, я не говорю, что это исчерпывающий список вопросов, но уж точно есть смысл обсудить вот эти вещи глубоко, детально, с нюансами у первого лица компании. В первую очередь нам надо понимать, на каком этапе находится компания. Есть жизненный цикл компании, наверняка вы о нем слышали. Есть рост, есть зрелость, есть создание еще даже, рост, зрелость, упадок. В каждой компании так иначе она на каком-то этапе или переходит между этими этапами. И каждый этап может длиться десятилетиями. Всякое бывает. Нам надо понимать, хотя бы грубо оценивая, не надо нам супер аудиторских компаний, которые бы нам еще полгода оценивали, на каком этапе находится компания, нет, хотя бы на глаз оценка SEO, где мы находимся. Потому что от того, где мы находимся, очень зависит и то, кто нам нужен. Это не означает, что компании нужны 100% всех таких людей. Это означает, что если провести линию усредненную между определенными свойствами каждого сотрудника, то у них должно быть что-то общее. И вот что-то общее, вот это что-то общее, оно отражает стадию развития компании. При бурном росте это понятно, что драйверы, в чем-то энтузиасты и так дальше. Возможно, абсолютно бессистемные специалисты. Это пока об этом мы не говорим. На этапе зрелости, конечно же, это когда компания пытается удержать свои позиции, конечно, что это все-таки более системные люди, где у них больше разума, возможно, чувства и порыва, а более прагматичные. Когда упадок, там свои качества должны быть для того, чтобы компанию спасти. Мы примерно понимаем, какие. Мы должны все понять, где мы находимся. Второй вопрос, почему он так думает, по каким признакам это видно, с чего он это взял, как это отображается на какой-то внутренней атмосфере, на внутреннем быте, на том, как организован в компании труд, процесс и так дальше. Есть какие-то особенности даже в организации труда, которые видят SEO и не отходят именно от этапа жизни компании. Очень интересная эта позиция, кстати. Возможно, SEO никогда не отвечал рекрутеру или head of recruitment. личные требования SEO к людям в его компании. Как правило, все сводится к простым вещам. Иногда SEO может сказать, какие-то общие фразы пошли, потом мы можем спросить спустя несколько минут, а он что в первую очередь оценивает, когда общается с кандидатами по тем вакансиям, где именно он принимает решения. И уже мы начинаем видеть определенные, то есть SEO где-то себя начинает выдавать, что ему важно. Мы спрашиваем, а сколько таких людей в компании вообще? Много? Может, он какие-то примеры сможет перевести? Может, кого-то выделит персональный, мы потом пойдем с ним познакомимся, увидим, оценим профил этого человека. Кто ключевые заказчики? Вот именно ключевые, это означает, что не просто кто заказывает рекрутинг в компании, это и так понятно, увидя структуру, кто ключевые. Не все заказчики ключевые. Что SEO думает о кадровых решениях, которые они не принимают? Он наверняка же знает, кто выходит к ним на работу. Ну, хотя бы в общем. Какой общий комментарий SEO по функции рекрутмента? Что надо оставить, что наоборот надо поддержать и что надо кардинально менять? Это пока позиция SEO. Мы не принимаем ее за чистую монету, но это позиция его как больше бизнесмена, естественно, чем HR профессионала. Но мы это определили, зафиксировали, идем дальше. А дальше это интервью с хайринг-менеджерами. Во-первых, надо с ними познакомиться. Как правило, когда мы с ними вот мой такой совет. Когда у вас первичный контакт с HR менеджером, вот вы не знакомы, только вы пришли в компанию, не грузите его этими вопросами. Ему сложно, он начинает спешить, что-то отвечать, чтобы вы отстали и так дальше. У вас нет какого-то личного, вы как бы не расположили к себе, у вас нет какого-то личного контакта. Вы лучше первый раз с ним встретитесь, просто попейте чаю, просто расскажите, чем вы пришли в компании заниматься и попросите, что если его будет надо помощь, попросите поучаствовать. Вот и все. Не грузите сходу вот этими вопросами. Это минифик. Лучше во второй заход вы обратите и скажете о, кстати, в этом поводу помощи договорились, вот как раз она и понадобилась, буквально там полчасика вашего времени, и тогда уже лучше об этом говорите, не сходу. В целом вопросы те же, ну почти те же, что у SEO, да, что SEO. Значит, этап развития компании, как понимает hiring менеджер его, ну менеджер имеется ввиду, да, не один. Как это видно, как это отличается в быту, его личные требования. Довольны ли hiring менеджеры теми кандидатами, которые показывают рекрутинг? Каких вещей там рекрутинг, скажем так, не догоняет, не ощущает, не понимает? Возможно, могли бы выделить отдельно кого-то, возможно, хорошей стороны, возможно, с какими-то там особо неудачными кейсами. И очень важно здесь понять, насколько, скажем так, ответы SEO и других респондентов, понимаем по словам респондент hiring менеджеров, насколько они отличаются и наоборот, насколько они близки. Это безумно интересно, потому что все как бы плюс-минус на одной волне или не на одной понимание общей ситуации в компании, понимание профиля нужного специалиста и так дальше. Уже прощупываются определенные параметры, да, вот даже корпоративной культуры, то есть как все внутри организовано. еще буквально там два дня поработали в компании и уже определенные аспекты нам понятны. Опять-таки, пока мы не говорим о том, какой надо профиль, мы не говорим, что нет, вы же на этапе роста, вам надо драйверы, вам надо там аскетичные завоеватели, которые там больше за идею, чем за деньги, условно говоря, и так дальше. Пока мы не даем этому оценку, пока мы собираем информацию. Оценку мы дадим, когда у нас будет какой-то экшн-план по результату нашего аудита, а пока просто собираем информацию. С компанией, с блоком компании, пока особо не касаясь конкретно функции. В принципе все. В принципе. Если качественно это оценим, этого достаточно. Можно перейти к блоку второму. Блок второй – это документы. Короче, все, что связано с документами. Как угодно это можно называть. Ну, предположим, в компании нет документов. Вот, ничего не документировано. «Ну, окей, хорошо, мы это понимаем, принимаем. Возможно, там, узнаем, почему так получилось. Возможно, в компании просто не принято фиксировать информацию, не принято строить такие документы и так дальше. Ну, окей, как бы часть корпоративной культуры, ничего с этим не поделаешь. Хотя, моя позиция, почему Head of Recruitment должен ввести определенную документацию, она очень твердая и я сейчас вам объясню, почему. Ну, в целом, даже если документы есть, что мы должны выяснить? Понятно, что мы должны с ними ознакомиться. Понятно, что нам надо выяснить, общаясь уже с командой, конечно же, команда как такой, ну, скажем так, более неформальный источник информации, надо понять, насколько эти документы вообще просто отвечают в действительности. Возможно, что они есть, что их нет, потому что наяву все по-другому, ну, или часть по-другому. Мы смотрим на различные формы, шаблоны, там, заявки, это все на самом деле очень просто. Но нам надо понять, функция рекрутмента, она обрисована какими-то правилами, хотя бы внутри, или все, кто что хочет, то и делает. Регламентирован, либо не регламентирован. Значит, есть очень простой признак, как понять, процесс регламентирован или нет. Если привести аналогию, вот, предположим, следователь прокуратуры, такая аналогия у меня не появилась, он фиксирует абсолютно всю информацию, которая, собственно говоря, у него появляется в результате расследования. Все потому, что если его переведут на другое дело, то новый человек, который придет на дело его, ему не надо уже будет это искать. Уже какая-то работа проделана, она остается. Когда медицинская книжка у врача, в ней фиксируется абсолютно вся информация, которая была с больным. Абсолютно вся. Потому, что сегодня один врач, который помнит этого больного, а второй врач на следующий день уже не помнит. И от качества фиксации информации зависит вся история работы с этим пациентом. А в руках умного врача вот это самое качество информации, она превращается еще в нечто больше. Он видит всегда больше, чем бы если бы этой информации не было. Поэтому я сторонник того подхода, что все, что в отделе рекрутинга происходит, оно должно быть зафиксировано. Мы об этом еще не раз будем говорить. Но логика такая. Если новый человек, вот предположим новый человек, в отделе рекрутинга, никого нет из старой команды, новый с улицы человек, если он может во многом разобраться сам в существующей организации процесса рекрутинга в компании, исходя из документации, мы можем сказать, что компетенция сохранена и процесс регламентирован. Это не потому, что мы бюрократию хотим сделать, а потому, что надо сохранить компетенцию, для того, чтобы она не ушла с уволенным рекрутером. Если он не сможет въехать в курс дела исходя из описательной части наших процессов рекрутинговых, самых разных, процесс не регламентирован. очень простой как бы месседж. Зарекламентировать легко, плюс-минус, сложно поддерживать, потому что так или иначе что-то меняется, что-то добавляется, и за этим надо следить, и как бы нифига не хватает на это времени всегда. Блок третий, еще интересней, эта команда. И нам надо выяснить очень много вопросов на самом деле. Во-первых, тут даже сложно выявить какую-то хронологию этих вопросов, но мы должны разобраться, с кем мы будем работать, особенно если эта команда нам досталась в наследство. Во-первых, особенности функционала каждого рекрутера. рекрутеры возможно поделены по специализациям. Кто-то занимается IT, кто-то не IT, кто-то масс-рекрутинг, кто-то C-левелом, кто-то всем остальным, кто-то какими-то еще исторически сложившимися специализациями и так дальше. Кто-то привязан к конкретным заказчикам, и тоже надо разобраться почему к ним, и потом сообразить, насколько вообще это логично. Потому что обычно к заказчикам рекрутеров не привязывают. Привязывают к специализации, профилю вакансий. Это может быть C-левел, это может быть IT-вакансии, это могут быть не IT-вакансии, но в не IT-вакансиях мы понимаем, например, масс-маркетинг, масс-рекрутинг и все остальные. Вот таких четыре на ходу, говорю, четырех, хотя мы об этом еще будем обсуждать, четыре таких специализаций, когда логичнее всего не смешивать. Не кто-то закрывает юриста, потому что получается бухгалтеров и так дальше. Если есть структура команды, с точки зрения уровня позиций, грейдов, очень хорошо понять, в чем ее логика. Как здесь стать синером с джуна? Почему? Есть какая-то возможная модель компетенций, чисто отдела рекрутингового. Описательная часть каждого грейда вас должна интересовать, конечно же. Смотрите на логику этих отличий, но если они есть, конечно. И отличия, и сами грейды. Индивидуальная работа с каждым рекрутером. Первое. его нагрузка. Почему-то за нагрузкой следят не очень пристально, а нагрузка напрямую влияет на эффективность рекрутера. Напрямую. Сейчас сложно мне вот прям сказать какой-то универсальный показатель нагрузки, но с моего опыта все, что больше пяти, ну максимум семи вакансий идет так или иначе не до отработка рынка. Уже с каждой следующей вакансии больше халтура. Возможно субъективная оценка, но только когда вакансия была примерно в районе пяти, я видел максимально качественную работу. Вот так я это представляю. Это еще при том, что при вакансиях там C-Level и IT-вакансиях были отделы ресерчинга, были сорсеры, и там была разделена работа, когда мы будем выстраивать процессы, мы эти истории будем рассматривать, когда это уместно, когда это неуместно, и так дальше. Мы определили его нагрузку, хотя бы такой экспресс-анализ. Дальше мы смотрим на метрики. Первая метрика, которая меня всегда интересует, это процесс отказа заказчика по воронке. Какой-то объем кандидатов мы рекомендуем, какой-то объем кандидатов rejects. какой-то процент. Конечно, показатель по количеству закрытой вакансии в месяц. Но этот показатель менее информативный, потому что мы не знаем, какое количество было еще в работе. Поэтому лучше посмотреть соотношение между закрытыми и общим количеством в работе. Сроки. Если они есть, посмотреть, во-первых, что это за сроки, отказывается hiring manager от кандидатов рекрутера. На разных этапах. Возможно, hiring manager только увидел резюме и уже его rejected. Возможно, после собеседования. Интересуют и первое, и второе. В курсе по HR аналитике, когда в основном аудитория из IT-компаний, например, то у нас там есть отчет по рекрутменту, который мы рассматриваем. И было задание, например, создать свой внутренний отчет и его обсудить со мной с точки зрения логики. И люди делились их отчетами. Так практически в каждой компании вот прямо на этот показатель отдельный фокус. Это, я не знаю, ну, вряд ли это совпало вот прямо в порядке там семи компаний. То есть, понимаете, да, это процент, большой процент отказа, он говорит о том, что рекрутер не да, правильно, рекрутер не понимает, кого он ищет. Ну, не до конца понимает. Потому что очень большой отсев у заказчика. Не должно так быть. Если у нас есть сороки, конечно, мы смотрим на процент просроченных вакансий. какие сроки мы выясняем отдельно? О сроках мы еще будем говорить. Ну, они адекватные, неадекватные и так дальше. Есть какие-то примерно отраслевые значения, вот, отталкиваемся от них. Период закрытия одной вакансии. То есть, сколько в среднем тратит рекрутер на закрытие одной вакансии? Возможно, у нас нет этих показателей. То есть, ну, отдельно никто эти метрики не считал. но надо постараться свести всю эту правду воедину, посчитать самому вручную хотя бы где-то за полгода. Да, это кропотливо, это долго, но если никакая статистика не велась вне говоримой аналитики, то понятно, что, ну, как бы, надо на это потратить какое-то время. И мы смотрим, да, на его какую-то персональную эффективность? Конечно же, у нас есть определенный опыт. Мы же не первый день замужем, да, то есть, мы понимаем, хотя бы плюс-минус, черное от белого мы отличить можем, с точки зрения того, эти показатели, они адекватные или они неадекватные. Дальше ведем беседу. На каком этапе, на его взгляд, находится компания? Какой профиль требуем сотрудника? Какие методы оценки использует рекрутер? Побыть у него на интервью это святое? Возможно, не на одном. Как он развивается? притом мы не говорим о каких-то готовых, не только говорим о каких-то готовых карьерных планах, которые компания ему приготовила и он по ним движется? Нет, как он сам развивается? Профессиональный, на мой взгляд, опять-таки, истинный профессионал, он не ждет пока кто-то ему сфорганит карьерный план развития. Он делает какие-то истории навстречу этому самому плану. Занимается сам, интересуется, участвует в форумах, слушает вебинары, тратит на это деньги и так далее, что-то подобное. Очень интересно услышать позицию, очень интересно эту позицию услышать, собственно говоря, от рекрутера. Дальше с ним начинаем общаться как сотрудником, но не просто как с рекрутером, он такой же сотрудник работы, сотрудник компании, и у него тоже какая-то удовлетворенность, какие-то ожидания, планы этой компании и так дальше. Мы естественно это обсуждаем по определенным наводящим вопросам. Возможно это не в одну беседу, возможно это в серию бесед, в серию интервью, но так иначе надо понять насколько команда в форме, насколько они готовы двигаться с этой компанией дальше. у меня были практики, когда в беседах с сотрудниками каждый сотрудник был доведен до слез сам, самостоятельно, потому что его уже так все надоело, задолбало, и он себя просто здесь не видит. то понятно, что я должен об этом знать в начале, чем потом, когда у него дальше почему-то что-то не получается. Я даю этому оценку и потом понимаю, с этим что-то можно делать, нельзя, в чем причина этих историй и так дальше. Поэтому разговор по душам это важно. Модель оплаты труда. Да, нам надо туда посмотреть тоже, потому что сейчас модель оплаты труда самые экзотические которые даже на голову не налазят. Мы должны понимать хотя бы в разрезе как фактически сейчас происходит расчет заработной платы рекрутера, его совокупный доход, насколько он рыночный, мы это тоже должны понимать, исходя из наших кругозора и общих знаний, сколько стоит специалист рекрутинги и так дальше. Конечно же нам надо понять, исходя из каждого ответа индивидуально, с этой командой, грубо говоря, с ней можно работать, с ней можно двигаться дальше или нет. Вопрос по поводу среднего срока закрытия вакансии. Я в сторону отодвину окошко с чатом, сейчас, секундочку, я потрачу еще пару секунд. для того, чтобы мы оценили уровень рекрутера, одного этого показателя недостаточно. Давайте подумаем, когда рекрутер в среднем закрывает одну вакансию за полгода, и мы понимаем адекватные сроки закрытия этой вакансии. Мы понимаем, что в принципе в компании нормальный система мотивации располагающая к найму нужных людей, то есть рыночно эти вакансии абсолютно конкурентны, и средний желаемый период закрытия вакансии, например, 45 дней. А рекрутеры закрывают среднюю вакансию за полгода. Это скорее всего это говорит о каких-то положительных аспектах работы рекрутера или отрицательных. Скорее все хорошо или не очень. Ну вот грубо если так оценивать. Ну наверное скорее не очень. Ну наверное есть смысл посмотреть дальше. Ну предположим вот совет да вот кстати даже на слайде есть. Я всегда даю рекрутеру где видно что есть определенные проблемы с его эффективностью. Я даю очень простое задание. Я прошу сделать сводку по отчет как угодно это можно назвать аналитическую записку не знаю по работе над какой-то одной его проблемной вакансией. Это очень хорошо демонстрирует квалификацию рекрутера. Потому что когда у меня команда например с пяти человек я даю пять заданий то тот рекрутер который закрывает полгода он мне отправляет эту сводку ну примерно на предложение два-три. Все что он смог сделать это сварганить воронку которая для меня практически ничего не скажет. и еще там пару комментариев что заказчик идиот и тот рекрутер которого скорее всего буду считать перспективным он мне пришлет аналитическую записку размером ну хотя бы полстраницы А4 или даже больше где будет ну вот прям такая уверенная аналитика где будет прогноз закрытия вакансия где будет прогноз истории работы с текущими кандидатами где будет начиная все от его загрузки там заканчивая каким-то мельчайшими деталями я понимаю что как минимум этот рекрутер умеет мыслить вот выбор уровень рекрутера вот и когда присылали мне например мы мы обсуждали ответы на две строчки когда обсуждали на А4 уж поверите это был совершенно разные рекрутеры чудес не бывает и объем этой информации ну нравится нам это или нет но примерно имеет линейную зависимость между уровнем подготовки функциональной подготовки рекрутера точно так же забегая наперед о презентации рекрутера рекрутерам заказчику кандидатов если все что может сказать рекрутер о кандидате вмещается в пять предложений два из которых скопированы из резюме и если это ну вот прям достаточно глубокий пускай предположение пускай субъективизм но так или иначе это попытка действительно разобраться и это достаточно уже емко неквалифицированный рекрутер этого не сделает идем дальше по команде мы определили какую-то определенную оценку мы этому даем в каком виде эта оценка фиксируется да вы потом посмотрите в в моем кейсе потому что он будет как раз на этих вопросах и построен процессы здесь можно начать по-разному самым разным способом на мой взгляд ну опять-таки исходя из того что мне просто ближе мне очень интересно опять-таки такой культурный аспект мне очень интересно вообще позиция HR отдела вот в в этой компании позиция HR отдела в этой компании с точки зрения рекрутер это определяется очень легко есть процесс открытия новой вакансии новой мы имеем ввиду новой штатной единицы не ну не замена очень интересно какова роль HR отдела в этом процессе наблюдательная или чуть больше вот это первое что я анализирую значит ну во-первых механику самого процесса согласования вакансий новой вакансии во-вторых какой ну там это как-то зафиксировано не зафиксировано и как-то регламентировано если регламентировано то насколько этот регламент отвечает ну скажем так реальному процессу тоже важно понять но не самое интересное это HR отдел он просто информируется перед фактом что вакансия открылась или это определенное звено в цепочке согласований если это просто по факту информируется там HR HR там простите руководитель группы подбора и так дальше это ну такой плохой симптом с точки зрения ну корпоративного авторитета HR функций но мы делаем оценку пока да мы разбираемся поэтому нам это тоже важно понимать вот мы например это поняли значит дальше оставив это мы идем к процессу взаимодействия с заказчиком тут вам нам надо понять во-первых как информируется HR отдел об открытой вакансии есть уйма способов но надо понять во-первых способ коммуникации принятый какой объем информации обычно поступает предоставляется на старте в каком это все виде и так дальше следующий аспект это принцип определения ответственного рекрутера опять-таки что что принято по какому пути компания шла до нас это тот рекрутер у которого хорошие личные связи с хайдинг менеджером это как-то по-другому там кто меньше загружен или согласно специализации мы должны так или иначе в этом разобраться и опять-таки в кейсе вы посмотрите как это было по факту и какие выводы там с этого в свое время я делал следующий момент взаимодействие заказчик и рекрутер в определении описания вакансии вот здесь очень как бы у меня была интересная практика когда в одной из компаний изначально это было прерогатива в SEO но я ее поддержал когда было примерно следующее предположим рекрутер получает вакансию в работу есть какой-то определенный объем информации обычно обычно в большинстве процентов случаев рекрутер фиксирует определенные вопросы он ознакомливается фиксирует вопросы и идет собственно говоря к заказчику значит их обсуждать их уточнять альтернатива другая это когда рекрутер максимально максимально старается ответить на эти вопросы сам он исследует всю историю работы над подобными вакансиями он исследует там всю эту систему всех кандидатов которые принимались джобофферы все удачи неудачи консультируется с рекрутерами которые эту вакансию закрывали консультируется с коллегами которые в этом отделе работают и знают о какой должности идет речь и в чем ее специфика то есть он старается максимально проделать работу самостоятельно для того чтобы лучше изучить специфику компании да это чуть дольше ну чуть дольше ну плюс один день например обычно не больше но рекрутер так или иначе лучше понимает о чем он спрашивает и о чем он говорит и как правило часть вопросов у него отпадает и с заказчиком они больше на одной волне и заказчик понимает что рекрутер к нему пришел уже проделал определенную работу и больше так или иначе какой-то лояльности там взаимопонимания и так дальше возможно возможно да к этому подходу есть смысл присмотреться да если он там нормально ляжет на культуру вашего рекрутингового отдела дальше согласование договоренности или мы договоренности фиксируем индивидуально возможно такое да или все согласно регламентам опять-таки нам надо в этом разобраться каким образом или вообще не фиксируем если такое нам надо разобраться есть ли установить какие-то дедлайны дедлайны это договоренности опять-таки надо понять вот эти договоренности насколько они строгие насколько ну что будет условно говоря да какое-то масштаб бедствия если кто-то о них забудет кто-то их перелинитит и так далее что тому подобное тоже самые разные культурные особенности по отношению к срокам к срокам в рекрутинге относятся точно так же как к срокам ну в целом формат презентации заказчика кандидатов как рекрутер презентует кандидатов в каком это виде в какой форме в чем описательная часть или ее нет что принято что не принято конечно же мы должны понимать характеристику сложных заказчиков ну есть сложные заказчики возможно там исторически сложившиеся хейперы и чародела и так дальше мы должны о них знать ну знать в лицо так или иначе то есть в целом что мы должны понять в этом блоке в этой части мы должны понять насколько велика загрузка на заказчика с точки зрения объяснений кого надо найти насколько рекрутер принято да вот эта проактивность рекрутера по изучению профиля искомого искомой должности то есть насколько рекрутер реально помогает заказчику принять решение вот это как раз описательная часть потому что можно очень по-разному презентовать заказчику кандидата и с одной стороны можно кинуть резюме и написать какой уровень дохода ожидает кандидат потому что в резюме этого нет и написать там какое-то предложение что в целом адекватен рекомендую а можно ну вот прям собрать достаточно ну нехилую описательную часть только если ребенок конечно умеет это делать ну это помощь заказчику принять решение потому что чем больше заказчик знает о кандидате тем ему легче иначе рекрутер превращается в такого передач передаточный пункт резюме ну вот как я считаю ну и культуру отношения к срокам закрытия какой-то есть там почерк так или иначе дальше по процессам разобрались с заказчиком как мы взаимодействуем что принято что не принято понятно дальше организация потока кандидатов нам надо понять во-первых разделен на сорсинг и рекрутинг или нет если разделен где этот стык взаимодействия рекрутера и сорсера есть и логика очень по-разному это все организовано иногда даже рекрутеры чуть ли не ожидают пока сорсер не предоставит им определенную порцию нарытых резюме профилей и так дальше на каком этапе заканчивается работа сорсера логично это оптимально ли это ну предположим работа сорсера заканчивается на этапе например информирования потенциального кандидата вакансии и как бы продажа идеи продолжить диалог с рекрутером но сорсер это человек такой например умеренной квалификации и например очень разные сорсеры практически неподготовленный человек его никто не обучал мы опять это определяем когда общаемся с командой на предыдущих этапах то есть никто его не учил он пишет абсолютно примитивные письма и так или иначе он просто ну скажем так он гробит кандидатов грубо выражаясь то есть понятно что это распределение труда между рекрутерами сорса оно не оптимально потому что чтобы провести первичную коммуникацию надо ну и эффективно это сделать надо достаточно много чего знать и понимать этого сорсера никто не учил а он это делает вот мы должны конечно же понимать доли использования текущих каналов привлечения вот из последнего то есть есть какие-то каналы привлечения которые мы пользуемся мы должны понимать как они структуры использования из последнего очень сильный запрос на рекрутинг редчайшие специалисты все вакансии это прямой поиск структура между скажем так пассивными кандидатами и активными ну пассивные будем понимать это ну грубо выражаясь которые ну явно не с джопсайтов то есть они это прямой поиск и активные кандидаты которые ну просто откликались либо их находили ну какими-то максимально простыми путями в пользу активных кандидатов 85% на 15 то есть вакансии закрываются только на 15% ну из тех кандидатов которые точнее даже не закрыты а те кандидаты которые были в работе да вот за определенный период то есть при таких сложных запросах на рекрутинг в основном на 85% команда пользовалась как раз самыми элементарными и банальными каналами привлечения кандидатов ну как можно эти задачи как можно эти задачи выполнить если проактивным чем-то там практически никто не занимается вот мы даем этому оценку способы привлечения которые не используются да но рекрутеры умеют ими пользоваться понятно что это все надо понимать тактика выхода на кандидатов что пишем кто пишет конверсии конверсии джобсайтов чтобы ну хотя ну хотя бы 8-12% это это уже ну уже о чем-то желательно еще больше маркетинг вакансий кто занимается всем скажем так маркетинговым сопровождением те же объявлений постов и так дальше если это например сорсы как-то важно работать с рекрутером и так дальше какой объем кандидатов вообще у нас идет в работу по той вакансии или совокупно какая динамика этого показателя как сорсинг да вот нам генерит генерит кандидатов возможно это все делают возможно это все делают рекрутеры возможно там нет сорсинга окей мы тоже должны там ну в этом разобраться и дать оценку у нас же на это есть отдельный урок следующий если не ошибаюсь там где организация процессов мы сегодня ничего не успеем мы и так уже переходим все лимиты много информации и достаточно много времени прошло поэтому у нас вот что касается вашего вопроса спасибо за него у нас отдельно часа два на это будет вот там разберемся там много нюансов мы даем себе понимание насколько существующие способы подхода привлечения они эффективны неэффективны и какие там мы уже понимая оцениваем и понимаем какие там скрытые возможности то есть искомые выводы какой объем кандидатов генерится этого достаточно и существующая структура канала привлечения она дает перспективу или вот как у меня было 85% на 15% взаимодействие с кандидатами этапы отбора там их логика оптимальность это тоже надо все взвесить но оптимальность это имеется ввиду их количество а иногда оно там оправдано не оправдано все тяготеет к тому чтобы кандидатов обрабатывать как можно быстрее не затягивать эти процессы поэтому там если у вас много этапов надо подумать дважды оптимально это или нет много но я считаю много наверное больше трех значит способы коммуникации что мы используем значит насколько те способы коммуникации которые используют команда насколько они способствуют быстроте коммуникации потому что бывали случаи сейчас рекрутер обычно пишут и бывали случаи когда например на одном аудите в пятницу у нас были еженедельные аудиты всегда где я работал мы обсуждали индивидуально да там о работе за неделю да и мне рекрутер говорит о том что значит он описал целому ряду кандидатов и ждет обратную связь а потом проходит ну почти следующий аудит ну немножко раньше конечно я так не означает спрашиваю как у него с коммуникацией по тем кандидатам потому что там вакансия была важна он говорит так они не отписались я не знаю жду вот то есть это же о скорости это же о подходах получается мы номера телефона не знаем звонить не хотим и так дальше то есть нам так или иначе надо дать этому оценку тоже хотя ну мельчайшая деталь казалось бы следующий момент это те способы оценки которые применяются насколько они ну скажем так во-первых насколько рекрутер ну инструментально богат различными способами оценки ну это мы еще наверное там начинаем видеть когда у нас на этапе оценки команд собеседования ходим и так дальше но здесь об этом тоже потому что речь идет о кандидате значит насколько вообще он оценивает те вещи которые нужны компании с точки зрения ценностей возможно эти ценности даже не просто витают в воздухе а вполне конкретные и все о них знают и все о них ориентируются и они в доступном виде они живы как говорят да и они работают насколько вот вектор его оценки нацелен на это ну или на прочие аспекты которые важны какие усилия прикладывает рекрутер на воспитание лояльности к компании потому что он лицо компании и надо отрабатывать с кандидатом даже самым неподходящим достаточно ну цельно и плотно вот короткий короткая ремарка как в одной из компаний тоже где я работал ну достаточно важно нам было понимать что о нас думают кандидаты потому что мы работаем на очень закрытом и узком рынке труда это юридическая сфера это еще сложнее чем IT я вас уверяю в IT хотя бы много коммуникаций чаты а в юрбизнесе нет вообще ничего практически значит нам надо было важно понять насколько первое впечатление о компании ну и от рекрутера который его формирует насколько оно скажем так способствует да лояльности кандидата и компании вот прям сходу и мы оценивали каждого рекрутера по трем параметрам после интервью соискателями да соискателю был отправлял автоматический опросник с трема вопросами буквально он был очень красиво сделан в так форме с фотографией рекрутера чтобы он вспомнил кто это был с фотографией переговорной комнаты чтобы все было ну как бы достойно значит мы спрашиваем буквально три вопроса во-первых насколько было адекватно организовано интервью ну с точки самой организации процесса насколько профессионален был рекрутер с точки зрения логики вопросов которые он задает с точки зрения знания вакансии и насколько в целом исходя из первого впечатления кандидат был готов рекомендовать компанию он такой NPS но от кандидата и кстати на мое удивление порядка три четверти кандидатов на эти вопросы отвечали они не игнорировали эту рассылку каждый рекрутер имел свое свои показатели как бы свой отдельный опросник и мы эти данные смотрели ежемесячно стараясь не падать ниже восьми ну интуитивно я понимал кто как отрабатывает вот этот вопрос кандидатами но конечно же меня ну я не мог быть на каждом интервью и естественно ну это не моя работа цифры мне помогали убеждаться в тех или иных предположениях старались исправить естественно и так дальше и самим кандидатам кстати это им было даже приятно что компания я могу у меня ссылки не осталось но я могу с точки с точки до идеала прописать эти вопросы прописать шкалу вот ну и как это в принципе выглядело потому что боюсь что ну поскольку я сейчас в этой компании не работаю боюсь что я ссылку ну не смогу найти не смогу найти ну даже если я найду ссылку а нет вы не посмотрите результат ну да ссылка было бы было бы хорошо ну обрабатывает централизирована сама система то есть вы как админ вы заходите на тайп форму вообще ознакомьтесь с этим ресурсом по поводу проведения опроса он очень крутой и отчасти даже бесплатный на вот этот небольшой опрос где есть только там один кандидат и там до 10 вопросов это как бы история бесплатная сами формулировки я напишу в нашем чате чтобы сейчас время не так я тебе сейчас сделаю пометку что это надо сделать вот значит сами кандидаты они даже были ну удивлены что их никто об этом не спрашивает а тут вот прям компания прям интересуется как им было на интервью ну здорово на самом деле если это не отнимает много ресурсов это прекрасно значит ну и идем дальше да то есть мы с процессами разобрались какую-то оценку им предоставили понимаем общую картину дальше информация показателей во первых по информации я уже говорил о том месседжере что на мой взгляд информация должна ресурс сейчас простите что-то нажал ресурс называется тайп форм как бы что-то похоже на гугл формы но понятно что он за платную версию имеет больше возможно даже на бесплатной версии функционально он выигрывает ну просто на все сто он красив когда вы отправляете там форму вы думали формой пользоваться гугл форма она бесплатна там полностью отправляющая кандидатам ну кандидат наверное смотрит что ну там где-то решили наверное там на этом сэкономить а вот здесь прям и визуализация красивая и и выглядит это скажу так достойно поэтому лучше что-то использовать значит по информации какая информация в ходе работы по вакансию подлежит сохранению мы видим как если у нас есть особенно там какая-то АТС мы должны понять насколько качественно рекрутеры ее ведут потому что информация по вакансии это как медицинская книжка для пациента каким образом структурируется другая информация ну не знаю предположим там вы как руководитель отдела предложили нашли там несколько плагинов которые открывают контакты в линкви то есть мы не ждем пока наш человек добавит мы в один клик видим его почту скайп номер телефона и так дальше ну таких решений там достаточно много они да ограничены с точки зрения там бесплатных версий это не рекрутерские кстати штуки их придумали для B2B продаж чтобы легче выходить на LPR значит там Signal Hire например Lush ну и так дальше быстро что по памяти предположим вы на выходных посидели разобрались показываете команде вот ну все установили вы показали как этим пользуются все пользуются но компания компания по сути если в один день уходит вся команда она ничего не получает с точки зрения сохранения вот этих этих знаний то есть знания по сути носителями знаний являются только команда и все на мозге это не совсем правильно с точки зрения интересов компании ну которые мы должны отстаивать естественно каким то есть фиксируется ли даже вот например на нашем примере да мы эту информацию фиксировали делали мини презентацию там буквально ничего заумного чтобы человек новый мог понять как этим пользоваться во-первых мог легко это найти и легко применить и легкость доступа к информации это тоже достаточно важный аспект оценки потому что если ну это где-то черт знает где никто даже возможно не додумается что там это надо искать поэтому делаем выводы какова культура работы с информацией показатели мое любимое нам показателя будет отдельное занятие как мы знаем поэтому здесь без множества деталей но мы должны понимать что отдел считает что функции считается связаны ли эти показатели с какими-то с какой-то общей направленностью рекрутинга по задачам ну предположим задача рекрутинга там чтобы ну простыми словами и это вот прям сам SEO декларирует чтобы у компании не было кадрового голода ну вот простыми SEO-шными словами ну окей что такое кадровый голод это укомплектованность в частности вот укомплектованность мы считаем например или нет не считаем уже направленности нет даже по такой по одному даже признаку дальше куда все движется то есть не просто что мы считаем какие там показатели то есть ну какие значения какая динамика этих индикаторов чтобы мы понимали ну какую-то историю этого всего мы должны понять куда все идет какие возможно были в прошлом там экстремально большие или низкие значения там по тем иным показателям ну или этого всего нет опять-таки все зависит от того как было организовано до вас кто это считает если это считает система окей если это считает человек вручную кто-то кто это считает во-первых во-вторых какой у него интерес к манипуляциям данных возможно там ползарплаты зависит от этих данных у меня были примеры когда все это например считали в экселе и даже когда показывали на утверждение даже в тех или иных ячейках даже не было формул потому что считали на калькуляторах а вносили в ячейки то есть даже никакой аудиеромости быть не может даже не проверить поэтому мы должны понимать ну какую-то резонность ну и способы манипуляции этих данных конечно же лучше хотя бы выборочно что-то проверить пересчитать для того чтобы ну хотя бы на основании этой выборки дать оценку вот как бы всему всем подсчетам сколько они были точны структура отчетности кто заказчики если есть отчетность надо на нее посмотреть лицо это отчетность это лицо ну и HRD и рекрутинг менеджера как я считаю вообще отчетность лицо любого руководителя любой функции глубина логика структурированность вот это все отходит от квалификации HRD менеджера ну окей любого руководителя будем говорить ну в нашем случае не HRD менеджера а руководителя рекрутмента кто заказчики возможно есть разные виды отчетов для разных заказчиков это может быть SEO это могут быть партнеры внешние и так дальше ну искомые выводы нам понятно автоматизация все достаточно быстро и просто значит во-первых надо понять какие процессы автоматизированы ну это очень легко понять потому что это наверное час на ту оценку второй момент если есть ну понятно что если ничего не автоматизировано то ну что оценивать ну только оценивать были ли попытки это сделать что рассматривали какие решения вообще какова история этого вопроса возможно никакой истории нет потому что никогда эти вопросы не поднимались но почему-то ну наверняка почему-то не получалось но если есть те люди сейчас в отделе кто может сказать почему ну окей можно их как бы послушать ну нет так нет есть ли система ну тогда придется нам делать все с нуля если на эту автоматизацию есть ну и ваша воля да и и как бы воля первых лиц компаний значит ну тема отдельная естественно если есть существующая система ЭТС мы должны понимать все ли возможности этой системы используется означает что мы смотрим на эту ЭТС мы смотрим на ее скажем так заявленные характеристики возможно если мы не знаем звоним общаемся с консультантами узнаем в интернете я не знаю где и так дальше но так или иначе у нас есть список определенных опций и мы понимаем насколько эффективно мы эту систему используем возможно там команда ну поскольку там возможно их никто не обучал этому не было время разобраться самому там куча вакансий сроки ну и так дальше ну просто не было банально времени с этим разобраться и поработать и ну надо же как-то ну во-первых это выявить да и потом понять что как бы с этим делать дальше ну автоматизации мы друзья отдельно будем говорить понятно что сейчас только как бы в общих чертах по поводу аудита значит вот кстати там на слайде несколько решений по автоматизации ну так для максимально эффективного использования площади слайда конечно же когда мы оцениваем еще примарочку автоматизацию мы должны быть квалифицированы в этом вопросе для того чтобы понимать ну не просто какие функциональные возможности та или иная система ну какими возможностями располагает но мы должны понимать в целом каковы текущие да вот на сегодняшний день возможности автоматизировать процесс подбора потому что если мы то есть мы оценим не только эффективность самой системы но и качество подбора этой системы возможно система ну не знаю позавчерашнего дня и мы себе где-то поставили галочку что надо будет чтобы дошли до этого руки потому что если уже что-то в этом автоматизировать то автоматизировать по-настоящему да а не там заниматься имитацией вот как бы тоже такой момент то есть мы должны понимать в принципе практики автоматизации рекрутинг-холмс итак с аудитом плюс-минус все как это может выглядеть в целом да я вам отправлю позже дальше у нас был вопрос по стратегии рекрутинга на самом деле все достаточно просто как бы не казалось наоборот значит мы же помним что задача рекрутинга помогать бизнесу бизнес имеет определенные цели определенную окей стратегию возьмем это слово но эта стратегия все равно так или иначе она сводится к каким-то трем пяти ну до десяти основных тезисов эти тезисы они ну в принципе по своей формулировке уже похожи на задачи и собственно говоря на данном слайде примеры как функция рекрутинга ее направленность может быть связана ну и по факту это было да исходя из тех компаний и этого опыта как она может быть связана с общей стратегией ну скажем так бизнесовой общей корпоративной зашел новый проект на аутсорс нам на мере его важно реализовать критически важно ключевой клиент якорни наверное будет такого не было еще оценили мы понимаем что нам надо 150 разработчиков за даже меньше чем год и поддерживать укомплектованность команды там минимум 90% прохождение ES минимум 90% вот вместе с бизнесом мы определяем это не просто head of recruitment должен вот сам до этого додуматься нет это совместная дискуссия это совместная консультация исходя из этой вводной по такой бизнес задачи бизнес цели чем рекрутинг должен помочь возможно руководитель там отдела подбора пока не понимает сколько разработчиков ему но мы к этому приходим в совместном обсуждении вот прямая связь разрабатывает компания новое приложение новый продукт вот нам нужно чтобы кто-то это сделал исходя из нашей концепции и чтобы кто-то это продавал пока некому ни первое ни второе вот здесь кстати экспертизы head of recruitment даже может быть больше потому что ну если профиль разработчика ему возможно там сложнее будет определить хотя возможно он вполне знает сколько такие специалисты стоят и сможет помочь там с бюджетированием этого проекта потому что это расходы на персонал и так дальше но там определить профиль там sales and marketing team вполне возможно особенно если была практика таких вопросов вот собственно говоря задача стратегии рекрутмента вот на определенный период определить те или иные профили и укомплектовать команду в определенном количестве ну которые мы тоже совместно обсуждаем но всегда кто-то должен появиться первый там head of sales and marketing или там sales team leader или marketing team leader и так дальше то есть это все тоже как бы обсуждается но связь прямая выходим на новый рынок определяем с рекрутментом ключевые позиции то есть определяем чем рекрутинг поможет где там у нас по примеру в Китае окей определяем формат этого офиса там количество штатных единиц на определенный период время например там на следующих полгода кто должен быть в компании в этом офисе через полгода а какие ключевые должности без каких позиций офис нет смысла даже открывать какие сроки мы через какие то есть когда мы должны закрыть эти позиции вот наш направленность нашего рекрутинга с точки зрения этой бизнес задачи поддержать укомплектованность например там укомплектовать офис там там на 80% там через 3 месяца ну как мы видим на нашем примере ну цифры условные естественно да просто как бы для понимания ради ну и так дальше мы видим эти примеры провести перезагрузку компании вот тоже из из моей практики компания где вы знаете как дворовая футбольная команда дворовая футбольная команда показывает определенные дворовые футбольные результаты выходит на первенство города там себе показывает хорошо или там на первенство района потом на первенство города заявляется на чемпионат области Там уже немножко хуже, но как-то она там держится. А потом еще что-то выше. И понятно, что с этими людьми, с этой командой никаких целей выше не достичь. Вот серединка турнирной таблицы первенства области, вот это верх этой команды. Хочется идти дальше, но с этими людьми это невозможно. Они могут выполнять свои задачи вот только до этого уровня, поскольку им позволяет их кругозор, квалификация и так дальше. Точно так же и с компаниями. Иногда бывают такие значимые перезагрузки, когда мы, например, полностью меняем C-level, потому что дальше нам с ними не по пути. Ну как не по пути? Да, окей, супер, но они вывали компанию только на определенный уровень. Дальше не получается. Есть какие-то планы по заменам этих сотрудников. Возможно, мы их даже не увольняем, мы оставляем их в структуре, просто они немножко там будут ротированы. Например, замена 80% C-level до конца текущего года. Вот, предположим, наша цель, которую мы обсудили и о которой мы договорились. Например, нам надо поддерживать компанию на высоких позициях на рынке. Конечно же, в первую очередь, ну как эта компания, ну как помочь компании поддерживать позиции на рынке? Рекрутинг функции. Ну понятно, что мы же не можем продавать за продавцов, маркетировать за маркетологов и так дальше. Мы должны помогать людьми. Значит, во-первых, эти люди должны быть в нужной комплектованности. Например, там, среднюю комплектованность компании, например, там, SEO-1, там, 90% или там 100%. Например, там, или там, 80% вакансий SEO-1 закрыты в срок. То есть, вовремя люди приходят, да, вот с самого верхнего уровня, которые нам нужны. Вовремя мы их приводим. Мы хотим удержать позиции, это означает, что ключевые наши прибылеобразующие подразделения должны быть, ну, как огонь. Как огонь они будут хотя бы тогда, когда, ну, как бы они укомплектованы. Там нет кадрового голода. Мы, например, говорим, что, вот, чтобы рекрутинг мог помочь нам удерживать позиции, надо, чтобы хотя бы 95% в среднем за год, среднюю комплектованность была и ниже мы не падали. Это там максимум минус один сотрудник и то в отделе, например, да. И так дальше. Вот простые связки. Все сводится, на самом деле, к очень простым вещам. Как в рекрутинг-стратегии, так и с того, от чего она выходит. Ну, если стратегия это какой-то вектор движения, да, то тактики это то, каким образом, за счет чего мы планируем эту историю решить. На что мы делаем ставку. Вот тут уже такая немножко шахматная партия, конечно же. Потому что есть разные, ну, вариации и, конечно же, в чистом виде вряд ли какой-то подход един, ну, будет применяться чистую. Ну, вот, важно скомпоновать те или иные решения для того, чтобы было все оптимально. Но так или иначе, все эти тактики, конечно же, делятся по, ну, своим возможностям, да, делать быстрый результат. Ну, давайте посмотрим. Так я нигде в литературе не встречал подобные формулировки и, как бы, так чисто со своего опыта. Значит, смотрите, на мой взгляд, тактика, ну, первая, это максимально такая агрессивная, когда нам надо сделать разницу, что называется, максимально быстро. Нам надо очень быстро исправить ситуацию с подбором. Пока там не говорим, чтобы поддерживать данные темпы, но надо очень быстро на них выйти. То есть, какие-то быстрые методы. Быстрые методы, когда у нас, конечно же, сверхквалифицированная команда рекрутеров. Это, возможно, сотрудники, это, скорее всего, ну, окей, не скорее всего, возможно, новые люди в нашей компании, приведенные за значимые ресурсы. Возможно, это расширение отдела, которое надальше нам не надо будет в таком количестве. А в свое время, например, у меня при штате компании в 120 человек было на секундочку 6 рекрутеров. И в том была своя логика. Ну, конечно же, мы агрессивно хантим. То есть, у нас расчет на прямой поиск, на достаточно большую динамику, интенсивность и условия, которые не могут нас заинтересовать. Конечно же, мы, скорее всего, будем быстро, ну, скажем так, значимо быстро, ну, быстрее, да, привлекать, там, звезд, крутых специалистов. Понятно, что кто-то будет подходить ментально, кто-то не будет, смотрим мы на это, не смотрим. Это мы оставляем за кадром. Понятно, что усилий будет, как минимум, ну, во многом, да, больше. И эти усилия прикладываются к квалифицированными рекрутерами, командой. Но это всегда очень большой расход для компании. И надо понимать, что, кроме того, что, скорее всего, ну, станет вопрос непонятным, нужна ли нам такая команда в таком составе звезд рекрутеров на будущее. Возможно, у нас есть там альтернатива, там, внешние фрилансеры, которые работают, и, возможно, там, рекрутинговые компании, которые нам тоже поставляют определенных кандидатов. И это все работает вместе, это вполне оправданно, если вот задачи рекрутинга вот такие максимально амбициозные. Но хантинг, это, конечно, это здорово, но это всегда, знаете, какая история. Это если вот у вас есть автомобиль, да, ну, и у вас даже нет мысли, что вам надо его продать. И к вам просто на улице подходит человек и говорит, вы машину не продаете, вот просто вот как бы такую ищу. Например, я подхожу. И вы говорите, нет, ну, вот, я готов, мне просто очень надо, ну, очень. И вы думаете, ну, блин, ну, если ему очень надо, моя машина стоит десятку долларов, ну, я думаю, давайте за тысяча тринадцать-пятнадцать, ну, что мне, ему же очень надо. И я говорю, вы мне говорите, окей, ну, если за пятнадцать тысяч, то забирайте. Я, например, забираю. Но машина не стоит пятнадцати тысяч. И кандидат, которого вы привлекаете, сотрудник, вот это value дополнительное, оно примазанное. Сотрудник не стал квалифицированней там на эту разницу, потому что он перешел в вашу компанию. И компании, которые, ну, скажем так, считают деньги во всех смыслах этого слова, они на это обращают внимание. А есть компании, которые на это не обращают внимания, просто надо, чтобы эти специалисты пришли, потому что потом это превращается в миллионы долларов. Окей. Окей. Кто-то к этому готов, кто-то нет, естественно. Второй момент. Разделяем рекрутинг и сорсинг. Тактика вторая. Значит, оправдана при поиске редких специалистов с использованием множества каналов. Если мы говорим о масс-рекрутинге, это не эта история. Там вполне рекрутер может обслужить весь цикл. Если мы говорим о истории с рекрутингом, который нагружен, скажем так, во многом операционно и интеллектуально, это сложные вакансии IT-позиции или позиции финансовых консультантов, которые стоят там не дешевле, поверьте, чем синердж-разработчик, а может и дороже. Значит, экономически неоправданно, когда высококвалифицированный рекрутер, который там получает в районе 2000 долларов только ставки, что он занимается полностью всем ресерчингом, выполняет стандартную, рутинную работу по ресерчу, это неэффективно. Вот эта лидогенерация, разделение этой истории, оно все-таки дает больший результат. Это немножко отвечая на вопрос по поводу разделения рекрутинга и сорсинг. Но это не полный ответ. Если рекрутер делал бы все сам. Да, казалось бы, мы платим ресерчеру определенные деньги и так дальше, но так или иначе, получается это, если правильно, конечно, правильно структурирована работа между ними. Это интересней. Ну, с точки зрения эффективности. С другой стороны, плюс в том, что это хорошая возможность растить своих рекрутеров. Если правильно простроить какой-то карьерный путь внутри вашего отдела, конечно, не факт, что ресерчер станет рекрутером. Возможно, он не дорастет до этого уровня, там, уйдет с компанией, это вообще не его, там, 5-е, 10-е, всякие истории есть. Но это вероятность неплохая вырастить рекрутеров, который хорошо знает специфику конкретно этой компании. Тактика третья. Ставка на внутренние резервы. Оправдана, когда в компании все спокойно. Компания ни в стадии упадка, ни в стадии бурного роста. Конечно же, этому должно предшествовать более-менее выстроенная система карьерного развития в компании. Все вакансии не закрыть, но KPI в 60% я видел лично по закрытию вакансий исключительно внутренними сотрудниками. Где 60%, думаю, 70% это тоже возможно. Ну, то, что они дешевле будут обходиться, это понятно, но надо понимать следующее, что это игра в долгую. Это не так быстро получится сделать вот эту разницу. Это не так быстро получится внедрить закрытие вакансий внутренними резервами. Должно быть много чего настроено в работе с существующими специалистами, уже больше в HR, с точки зрения работы с уже стаффом существующим, чем в рекрутинге. Для того, чтобы, ну, это, собственно говоря, резерв как-то и определялся, и какую-то динамику роста показывал, и так дальше. Игра в долгую, 100%. Внешний резерв тоже игра в долгую. Оправданно при условии, опять-таки, узких специалистов. Реализация за счет проведения, возможно, там, стажировок, практик, курс развития. Расчет на то, что надо влюбить в себя компанию молодых специалистов, которые потом, потом могут в компанию вернуться, если сейчас не останутся, готовыми специалистами, интересными для нас. Вот, предположим, в нашей практике всегда была проблема на поиск налоговых консультантов, это такая отдельная ниша там юристов, с опытом работы 2-3 года. Есть сверхопытные, есть джуны, 2-3 года вот эта прослойка вот эта, ее нет. Что мы сделали? Система стажировки. Мы на базе одного отдела, мы тоже выбирали этот отдел. Почему именно этот? Потому что там нормальная внутренняя субкультура, задачи более-менее универсальны, ну, там множество нюансов, на базе которого мы старались прогонять максимальное количество молодых специалистов. Это студенты, это уже выпускники, кого-то мы оставляли на джуниорские позиции, но даже если мы не оставляли, эти люди вполне могли по компанию покинуть, но они должны покидать компанию с исключительно хорошим впечатлением. Ведется отдельная база таких специалистов для того, чтобы... А, кстати, поддерживается регулярно с ними обратная связь. Где они, что они, как у них дела, ну, хотя бы раз в полгода. Для того, чтобы в случае... Они идут работать в другие компании, они там набираются опыта. У нас есть же своя характеристика на этого сотрудника, когда он работал вот эти три, ну, не сотрудник, а стажер, когда он работал в нашей компании и так дальше. И когда нам надо закрыть позицию там с опытом 2-3 года, мы можем обраститься к аудитории уже подогретых специалистов, которые эти 2-3 года опыта имеют. Будем считать, что они в аренде в тех компаниях. Как футболисты в клубах, да, за свой не играют, он в аренде, чтобы была практика. Вот что-то похоже и здесь. И он уже знает компанию. Да, согласиться, не согласиться, это другой вопрос. Но вероятность уже больше. Но это игра в долгую. Это не закрыть все вопросы вот прям за полгода. Естественно. Не получится быстрых результатов. Та же история с HR-брендом. Вот иногда провожу собеседование, да, и когда говорю, что вот как закрыть функцию рекрутмента вот в максимально короткие сороки, кандидаты говорят, надо HR-бренд строить. Супер, конечно же надо. Даже если не надо закрывать какое-то количество вакансий в сжатые дедлайны, все равно это надо делать. Но это игра в долгую. Потому что быстрых результатов не получится. Особенно если компания, ну компания никто, ну она ноу-нейм пока. Речь идет как раз о не просто косметических дорисовках, да, как такой мейкап, да, там забрендировали вакансию, все в футболках на фотографии, из чашек пьют и так дальше. Нет, более структурные вещи, продуманные, вот реально стратегия бренд-менеджмента, вот кто-то отдельно за это отвечает, там умный маркетолог и так дальше. Вот такие сподвижки, они в любом случае перспективны, но быстрых результатов не получится. Это не так скоро. И какая-то рефлексия, ну заметная, будет где-то через год, давно даже больше. То есть если мы оценим, например, узнаваемость компании, такое, проведем внешнее, как бы, такое исследование, социсследование, то, ну да, там, от нуля мы точно куда-то вырастим. Поэтому рекрутинг-менеджер надо понимать, исходя из ожиданий от его работы, от функции рекрутимента в определенный период времени, там, в следующий год, там, или, там, в следующий квартал, полгода и так дальше, за счет чего он эти цели будет достигать. И важно здесь не выбирать те методы, которые работают исключительно в долгую. Исключитель. Друзья, конечно же, мы немножко перелимитили, но, прошу прощения, но хотелось, конечно, рассказать по максимуму. Какие могли бы быть вопросы? У нас открытые сегодня вебина, кстати, не сказал, то есть вполне вероятно, есть участники, которые там не наши студенты, и, возможно, какие-то вопросы по организации, я готов ответить. Если все из нашей группы, окей, тогда вопросы исключительно не по организации, ну, если есть такие вопросы, тоже давайте. По сегодняшнему занятию. Пока я смотрю ваши вопросы или их отсутствие, я перехожу к домашнему заданию, если я отправлю, я все помню. По поводу домашнего задания. Друзья, у нас есть, наверняка вы с рекрутинг-функцией, да, и я бы хотел попросить вас сделать такой небольшой аудит вашей функции, ну, не полностью, да, это такое затратное занятие, я вам скажу. Давайте по двум любым блокам, которые мы рассматривали. Любых выберите два. Если цифры можем не светить, выберите любые цифры, неважно какие, для того, чтобы, ну, скажем так, ну, просто вы понимали логику. Если вы проводите аудит, конечно же, ну, мне важно, ну, фидбэк, то есть не просто, что вот вы там оценили, там, то выяснили и так дальше, просто, ну, выводы, неинтересные выводы. Две недели вам на это задание, как на любое остальное, да, но старайтесь не накапливать. Хорошо, друзья, вопросов, я так понимаю, нет. Окей. Если появится, пишите. Да, 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 можно. Конечно, можно. Спасибо, Алексей, за вопрос. Значит, в следующем занятии мы будем встречаться по средам на это же время. У нас будет по процессам. По процессам. Надеюсь, больше не перелимитим. Ну, у нас была какая-то водная часть определенная, понятно, что какое-то время, минут 15 уж точно потратили на нее, вот как бы оно и получилось. Хорошо, друзья, всем тогда, всем тогда большое спасибо, кто был с нами в эфире. Всегда есть какой-то соблазн посмотреть вебинар в записи, потому что это технически возможно. Но так иначе все были с нами вживую. Большое спасибо за вопросы. Финализируем все на сегодня. Ожидаю ваших заданий. Да, кстати, еще будет предложен небольшой тест буквально на 5 вопросов. Он достаточно будет простой. Это тоже в рамках домашнего задания. Да, простите, чуть не забыл сказать. Попросим. Там будет только один правильный вариант, сразу говорю, без каких-то подвохов. Спасибо еще раз всем большое. И до... Нет, нет, там это все будет отдельно. Мы это организуем. Не через ссылку, Дима, нет. Немножко по-другому. Вы увидите. Вот. Значит, всем еще раз большое спасибо. Все вопросы в чате. Я всегда на связи. Поэтому быстро смогу на все ответить. Всем хорошего вечера. И до скорых встреч через неделю. И до скорых встреч через неделю.